Мама, привет. Ну, ты просила набрать, все нормально. Да. Да, еще ждем пока. Хорошо. Все, пока. Буквально через считанные мгновения после этого телефонного разговора молодой человек наденет армейскую форму и пополнит ряды новобранцев. Перед 21-летним героем нашего сюжета Кириллом Гонзеевым выбор войск не стоял. Молодой человек с этим вопросом определился, когда учился в университете. Пошел в 38-ю десантно-штурмовую бригаду, пошел после университета, прыгал с парашютом, мне понравилось. И когда был выбор рода войск, то я выбрал именно десантно-штурмовую бригаду. Данный род войск настолько универсален, и я решил, что от армии хочется взять все. Вскоре Кириллу предстоит пройти путь от новобранца до абсолютно подготовленного солдата. Он признается, что уже готов к предстоящим переменам, плотному и насыщенному графику. Полтора года физических тренировок, стрельб, занятий по технической и тактической подготовке, ночных десантирований. Служба в армии – это гражданский долг каждого молодого человека. Армия сегодня – механизм жесткий, но престижный. Это непоколебимое убеждение юноши. К этому мнению приходит и большинство молодых людей, а потому количество желающих откосить от службы снижается. Стереотипы, которые влияют просто на молодежь. Элементарно молодежь не хочет включить голову на секундочку и понять, что происходит сейчас в мире. Понять, что вообще нестабильно сейчас очень. И не нужно мыслить настолько стереотипно, нужно просто пойти и отслужить в армию. Наказание, предусмотренное статьями Уголовного кодекса за уклонение от исполнения воинской обязанности, оно довольно-таки суровое. И все равно находятся те граждане, которые, скажем так, испытывают свою судьбу и хотят поиграть с законом. Но, как я уже ранее говорил, данный процент небольшой. Свыше 220 молодых людей из Бреста пополнили ряды вооруженных сил Республики Беларусь в первый призывной день. С Бреста и Брестской области на срочную военную службу всего до конца этого месяца будет отправлено порядка 2000 человек в резерв 250. Около 45% брестских призывников останется проходить военную службу на родной земле. Остальные будут покорять сухопутные, ракетно-артиллерийские и многие другие роды войск по всей стране. Еще один хороший показатель. 60-70% от общего числа брестских призывников имеет отличную физическую подготовку. Физическая подготовка, в принципе, очень даже неплохая. Особенно в первые дни призыва призываются мальчики в элитные войска, в войска так называемой силы специальных операций. Потому практически все идут достаточно здоровые, хорошо физически развитые. Те ребята, по всей видимости, которые отправлялись в бой в 41-м году, отличались, конечно, от тех, которые сейчас сидят в этом зале, которых провожаем мы. Но, в общем-то, это все те же люди, все наши земляки, которые готовы с честью выполнить свой воинский долг, готовы защищать свои семьи, свой город, свою область, свою страну и интересы нашего государства. Физически и морально подготовленные уже через определенный промежуток времени брестские военнослужащие присягнут на верность родине и народу. И нет сомнений, что такими, как сейчас, они уже не будут. Армия сделает из них совершенно других людей. А навыки, приобретенные в вооруженных силах, пригодятся на всю жизнь.